Бурятия Бурятия является лидером по количеству погибших на душу населения в республике. Не будем забывать, что наш регион небольшой по населению. И при этом он по абсолютному числу погибших один из лидеров. А уж по относительному, по моим данным, это лидер просто. То есть ближайшие два других лидера, ближайшие, это республика Тыва и Дагестан. Получается, мы сюда приехали, они нас обманули, что мы защищать приехали, а мы наоборот приехали сюда убивать мирных людей, женщин, детей. Вань, ты что такое говоришь? Ваня, Вань, ты что говоришь? Наблюдатели Петербурга, они провели анализ данных и они установили, что да, действительно есть корреляция между количеством погибших от региона и медианным доходом в регионе. То есть количество погибших действительно, видимо, отражает такое бедственное положение населения, отсутствие работы, отсутствие перспектив, когда армия становится, ну, чуть ли не единственным таким крупным работодателем, которому постоянно нужны люди. Это первое. Значит, что из этого следует? Как раз-таки очень яркая иллюстрация, что практически нет погибших из Москвы. Там, ну, вот один опубликован в Москве и один под вопросом, да? При том, что Москва там такую огромную долю занимает от населения России. И очень мало из Питера, потому что Питер, ну, он как пять штук Бурятии, да? А там всего, ну, несколько человек погибших. Вот. И в связи с этим, ну, возникает такой вопрос, знаете, эта война, она, решение об этой войне, оно было принято, ну, не в Бурятии, да? То есть это решение было принято в Москве, но Москва не воюет, Москва сидит дома. А вот воюют и гибнут парни из Бурятии. Вот такая вот история. Нету здесь никаких бандерцев, никаких бандитов здесь нету. Хороший мирный народ. Это мы их атаковали. Они к нам не лезли. Так что, пацаны, сидите дома. А лучше вообще увольтесь и идите поднимать ее народное хозяйство.